Всем привет! Сегодня четверг. Мы сегодня снова выходим в прямой эфир. Но сегодня особенный четверг. Actors Talk приняли решение. Также приглашают гостей и российских знаменитых гостей. Сегодня у нас в гостях будет моя подруга, известная, чудесная, талантливая актриса Анна Чурина. С самыми познакомилась в Испании. И как ни странно, несмотря на то, что обе актрисы опытные, мы поехали туда в дополнительные тренинги. Поехали туда в студию. В студию нашей знаменитой Люси Ленокс, которая сняла множество интересных картин. Она Кастинг Директора. И мы все хотели узнать, в чем же секрет и как попасть на европейский рынок. Сегодня мы пообщаемся с Анной и узнаем, как же у нее поменялись дела, обстоятельства и жизнь с момента того, как начался карантин. Кстати, я помню, что Анна была на фестивале в Германии. И приехала как раз тогда, буквально за несколько дней до того, как стали объявлять карантин для всех, кто приезжает из-за границы. Итак, сейчас я посмотрю, присоединилась ли к нам Анна. Пожалуйста, я выключу сегодня комментарии. Вы сможете оставить все свои вопросы, и мы зададим их через две недели, так как мы встречаемся со всеми гостями повторно, спустя две недели после первого эфира. Анна, я вижу, ты здесь. Я тебя приглашаю. Ура! Привет! Анечка, здравствуй, спасибо, что посетили нас. Привет, 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 наконец-то. Мы с тобой общаться будем сегодня на русском, хотя последний раз, когда мы с тобой виделись, мы общались исключительно на английском языке. На английском, да. Да, и встретились мы за границей. Расскажи, пожалуйста, давай начнем с момента, конечно же, ситуации, которая сегодня всех волнует. Как ты? Как проходит карантин? Выглядишь ты прекрасно, несмотря на то, что дома. Ну, карантин мне очень на пользу, потому что мы общаемся с семьей, мы занимаемся спортом, мы в режиме живем. У нас завтрак, обед и ужин по расписанию, по расписанию... Сережка, привет, да, спасибо большое. По расписанию все, и есть время для себя, для саморазвития, для немецкого, для чтения, для кино. Ну, как вот все началось? Ты же помнишь, были же планы, правильно? Весь год был расписан, поездки. Это удивительно, потому что как раз вот с нашей поездки в Барселону, в студию Клюз и Ленокс, начались грандиозные какие-то планы по завоеванию Европы, мира и так далее. И вдруг все разом обрубилось, потому что начался карантин. Вот, но, знаешь, немножко люди впали в шок, но этот шок продолжался месяца два-два с половиной. Сразу ли ты поняла, что все серьезно, или ты держала надежду, что все-таки твои планы исполнятся? Ну, честно, я не думала, что настолько все будет серьезно, что нас просто, вот, нам запретят выезжать из страны. У меня, кстати, виза закончилась европейская, а сейчас все посольства закрыты, и неизвестно, когда они откроют, когда вообще мы сможем поехать. Ну, слушай, человек предполагает, Господь располагает. Так уж случилось, надо просто выдохнуть, расслабиться, значит, время для чего-то другого надо. Ты были в Испанию, и последние поездки твои были в Испанию на курсе, затем ты полетела в Германию. В Берлину. Означает ли это, что ты в какой-то степени уже запланировала свое более активное действие в плане актерской карьеры за рубежом? Ну, конечно, конечно. У меня, когда я была на Берлинском фестивале, мне было несколько предложений. Они были такие, как бы, не конкретные, да, они были такие в общем и целом. Ну, давайте посмотрим, что-нибудь подумаем. Один был сценарий конкретно с ролью, и нужно было просто лететь на пробы в Германию. Но я как бы про это не говорила, потому что я боялась сглазить. Проходила пробы в Германию? Нет, я должна была поехать, но, в общем, все закрылось. И планы были. Я собиралась поехать на Каннский фестиваль, который, собственно, открылся бы вчера. Так, да, и были запланированы встречи, но пока что все вот так. Они еще не придумали Zoom фестиваль, например. Я знаю, что Zoom сейчас очень популярен, что очень многие актеры тренируются в Zoom и делают Table Read и так далее. Как вот за рубежом с этим? Спрашивают ли, просят ли тебя прислать свой self-tape, как бы кастинг, который проходит на дому? Продолжается деятельность, работа? Self-tape продолжается, самозаписи видеопроб продолжаются, причем не только на иностранные, но и на российские проекты, что очень приятно. У меня уже есть такой уголок дома, где я записываю пробы, где я устанавливаю свет, где у меня нейтральный фон. Это очень важно, как мы знаем, как нас научили в студии. За период карантина, скажи, много ли предложений к тебе приходило? Ну, ты знаешь, достаточно много. И были предложения и театральные, и киношные. Ну, театральные сейчас вообще удивительное время. Сейчас очень много проводится таких Zoom премьер, Zoom чтений, благотворительных чтений в YouTube, в Zoom. Ну, то есть, в принципе, я не могу сказать, что я как-то теряю форму актерскую, находясь в карантине. Профессионал высокого класса, закончивший и в ГИК, и ты училась во Франции, у тебя французский в совершенстве. Как профессионал, как ты считаешь, возможно ли заменить Zoom вот что-то, да, реальное? Как дальше с этим? Или это просто развлечение для актеров, чтобы не засыхать и не падать духом? Я думаю, что нет. Я думаю, что Zoom, конечно, заместить живое общение и настоящие съёмки невозможно. Катя Клим пишет, мы молодцы. Спасибо большое, мы стараемся. Конечно, живое общение со зрителем, театр. Спасибо большое за роль в «Тайне печати дракона». Спасибо большое, я всё читаю. Я всё читаю, спасибо большое за ваши комплименты. Но, конечно, мы все скучаем. Я как человек, как актриса, которая играет ещё и в театре, я, конечно, безумно скучаю по живой площадке, по общению со зрителем. Но и мы, как киноактрисы, безумно скучаем, конечно же, по киноплощадке. Ань, скажи, пожалуйста, нас смотрят и начинающие актёры, и те, кто подумывает, в общем-то, начать этим заняться. У меня несколько вопросов на эту тему. Ну, конечно же, с чего всё началось и как ты пришла к этому. Это, наверное, самый интересный вопрос. Именно услышать это от тебя, не просто прочитать где-то в прессе. Каковы были твои впечатления от первого выступления? И в чём разница между игрой на сцене и игрой в кино? И опять же, в чём разница между игрой в кино в российском и в зарубежном? Вот я тебе много вопросов задала сейчас сразу, поэтому пускай у тебя в монолог. Я думаю, как и ты, участвуешь в такой театральной киношной жизни довольно давно. Я на сцене практически, по-моему, с пяти лет. Ну вот как это началось? Ты шла, шла по улице. Мы же сказали, где вы шла, почему? Нет, я жила в маленьком городке на Урале, и в любом маленьком городке есть, естественно, Дом культуры. И я пришла в Дом культуры и сказала, я хочу заниматься танцами и театром. Мне сказали, ну вот, пожалуйста, занимайтесь. Тогда это всё было бесплатно. Мне было пять лет. Мне было пять лет, я танцевала, танцуя, значит, нас инкорпорировали, внедрили в постановку. И потом я поняла, что всё, сцена, я вдохнула этот запах сцены, поняла, что всё, я пропала. И я просто очень люблю, полюбила сцену, полюбила театр. Ну а кино чуть-чуть, конечно, позже пришло в мою жизнь, потому что я росла в маленьком городке, где, конечно, не было никакой возможности снимать, сниматься. Тогда же было время плёнки, больших камер, серьёзных операторов и редких проектов. Да, это сейчас мы можем снимать много. То есть просто из Древенской Дом культуры у нас появилась звезда, считаешь, самая красивая, одна из самых красивых актрис нашей страны. Вдруг, да, из какого-то дальнего городка. Как же ты попала в самое... Как тебя увидели, нашли? Слава Богу, что нашли. Вот там хороший вопрос. Я с Урала, это город лесной, Свердловская область. Маленький город, закрытый. Что касается, где сложнее играть в театре или в кино, это разное, это совсем разное искусство. Ну, нет, это похоже, смежное, конечно, но театр – это, что называется, один дубль, один план, а кино – это всё-таки такая мозаика, которую составляют режиссёры, операторы, актёры, потом режиссёр монтажа. Скажи про сложности в работе. Про сложности в театре. Ну, поскольку я начинала с театра, то, конечно, для меня это более такая естественная стихия, скажем так. Хотя каждый раз, вот я уже сколько лет на сцене, много лет, я каждый раз трепещу, у меня каждый раз мандраж. Но, правда, честно скажу, и на съёмочной площадке у меня тоже мандраж, если это какой-то серьёзный дубль. Вот ты подтверди, да, ведь есть такие чисто технические моменты в съёмках, когда ты снимаешь проходы, проезды, какие-то повороты головы, детали. Ты не настолько затрачиваешься, конечно, перед такими дублями, наверное, ты не трепещешь. Но вот если это серьёзные такие игровые моменты, особенно это, если у тебя очень крутые партнёры, ну, вообще любой партнёр, я люблю всех партнёров, но если за ним ещё идёт такой бэкграунд, шлейф, ты меня понимаешь прекрасно, ты тоже занималась с голливудскими артистами известными, то ты немножко как бы так, ну, трепещешь, да, мандражируешь, как же всё это получится. И, не знаю, я очень люблю этот процесс. Я люблю вообще играть. Говоря об этом, ты работала с класса А актёрами, которые знают абсолютно каждый во всём мире, и с Джеки Ченнон, и с Арнольдом Шварценеггером, который это самый любимый фильм детства Террината, да? Да, да. Была ли возможность у вас пообщаться на площадке, познакомиться, как-то, как это называется в Америке, да, сблизиться, чтобы был контакт, актёрский контакт на площадке? Расскажи, как произошло знакомство, ну, и, конечно, об этом фильме, как он снимался, и трюки там сумасшедшие. Друзья, кто не видел фильм, просто это масса, потому что это правда очень красиво и здорово снято. Спасибо, Тонечка. Я надеюсь, что фильм будут повторять и повторять, и показывать, по крайней мере, на онлайн-платформе он доступен на кинопоиске. Ну и вот по телевизору его уже начали показывать, значит, будут показывать периодически по разным каналам. Ну, либо можно этот фильм... Будет ли вторая часть? Это уже третья часть, да, третья часть планируется, путешествие в Индию на пороге бессмертия, планируется. Ну, я тебе отвечу на твой вопрос по поводу артистов, как мы общались на площадке. Ты мне, кстати, потом тоже расскажи про свой опыт, потому что Соня тоже снималась с очень крутыми артистами. Что касается «Тайны печати драконов», в котором целая плеяда была актеров, там Арнольд, Джеки, Чарльз Данн, Джейсон Флеминг, Рутгер Хауэр и так далее, я могу сказать буквально просто про всех, что все такие мировые дядьки, все такие крутые, классные люди, и абсолютно открытые, и желающие идти на контакт. Например, когда у нас Джеки появился на съемочной площадке, он просто пробежал как вихрь, всем подарил маленькие подарочки, всех обнял, и он зарядил всех на работу, на любовь, на площадке, ну, любовь имеется в виду, любовь в рабочем смысле. Радужную атмосферу такую приятную, веселую. Да, такую атмосферу создал. Что касается Арнольда, то Арнольд, например, не любил гримироваться у себя в трейлере. У него был огромный трейлер шикарный, и он, ну, предполагалось, что к нему пойдет отдельный гример и будет его гримировать. Арнольд с первого дня, как пришел на площадку, сказал, я не хочу сидеть один в своем трейлере, я хочу сидеть с вами в гримерной. Он вообще очень общительный, он постоянно на связи по скайпу с разными людьми со всего мира. Он с нами очень, ну, искренне интересуясь тем, как мы живем, он с нами общался, рассказывал про свой опыт, как вот он был тогда в России вообще. Был ли страх у меня сниматься с ними? Ну, знаете, конечно, был. Я когда прилетела в Китай, мне сказали, добро пожаловать, завтра у вас в 12 часов репетиция с Арнольдом на площадке в декорациях, чтобы развести мизансцены. Я просто впала в какой-то ужас. Боже, боже, как этого не может быть? С утра. Пряталась с актрисой, появилась с девчонками. С утра приклеила тебе патчи, какие-то маски, какой-то макияж. Ну, такой, в общем-то, быть, ну, такой нормальный, не агрессивный. Пришла, дрожу. Захожу в декорацию, ходит Арнольд, он уже общается с Олегом Степченко, режиссером, и они как-то уже на такой рабочей волне. Здравствуйте, здравствуйте, я Анна, ваша партнерша. Он такой, здравствуйте, я Арнольд. Я говорю, я знаю. Ну, мы так поулыбались, начали бросать текст, и, в общем, все пошло. Наблюдала ли ты за его работой, когда ты не была в кадре, а они снимались? Потому что я когда смотрела фильм, обратила внимание, что Арнольд раскрылся совершенно с другой стороны. Настолько там комиссий. Да, он очень смешной. Он на самом деле очень. Он очень смешной человек. И они все время шутили, какие-то шутки придумывали, подшучивали над всеми. Потому что он приехал с командами, он приехал со своим тренером, со своим коучем, который помогал ему во время игры актерской, именно там ставил ему, ну, помогал именно по-актерски. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю. Кстати говоря, вот те, кто не понимают, в Соединенных Штатах, не в зависимости от того, какого уровня ты актер, достойные и уважающие себя артисты берут с собой на площадку acting coach, которые помогают им, корректируют их во время игры. Это является абсолютно нормальной практикой. Да, да, это удивительная практика. То есть, конечно, в России такого нет. В Европе я тоже такое не видела. Я начала это практиковать как acting coach. Уже было пару звонков до карантина. Но сейчас карантин, никто ничего не снимает. Вообще эта тема уже приходит к нам. Это интересно. Потому что режиссер уже уверен в своем актере, актер полагается на режиссера. Естественно, на площадке должен быть еще кто-то, кто между ними будет соединить то, что хочет режиссер, и это доставать из... Ну, а расскажи про свой опыт. Как у тебя все это происходило? Ты общалась же на площадке со Слейтером, да? У меня первый фильм, самый первый опыт, я еще плохо говорила по-английски, выучила исключительно свою роль. Я снималась в фильме. У меня в составе был Уэс Бентли, Эрик Робертс, Майкл Мэтсон. Но я же из балетной среды пришла, и у меня было такое четкое, заложенное понимание дисциплины. Я не считала, что... Я еще никогда не участвовала в картинах, поэтому, когда я появилась на площадку, я максимально старалась быть профессиональной, то есть подойти, как меня учили, как все попросить с ним почитать, затем выйти в кадр, никому не мешать. То есть я там очень четко отрабатывала свое домашнее задание, которое я выполнила на отлично. Конечно, мы общались и с Вэсом, и были там стычки ситуации со второй героиней, которая не совсем была рада, когда меня увидела. Вот, были очень интересные, курьезные случаи. Да, первый фильм показал мне просто все виды фильмов в своей красе. Весь опыт там ночной рубашки в ледяную погоду, и первая сцена в реальном морге, когда выносит... Ну, это фильм по Эдгару Аллену По. Да, я видела трейлер с другой, очень крутой, да. Да, вот. Нет, конечно, интересно, но так как я приехала туда в 19 лет, и перед тем, как дед начать сниматься, учил язык, чтобы меня взяли в эту школу, вот там меня очень четко обучили именно поведению, тому, как растворить образ социальный, человеческий, и что он сразу становится именно тот герой, к которому ты соотносишься в сцене. То есть это становится уже не Вэс Бентли, не Эрик Робертс, а это просто вот дядя моей племянницы, к которому я приехала, и профессор, к которому я прихожу. Это происходит моментально. Это также техническим образом доводится, потому что, конечно, можно схватить такой мандраж, что даже все слова, которые ты выучил, могут вылететь из головы. Вот. Поэтому даже можно пригласить на танец. Я помню с Кристианом Слейтером, когда мы познакомились в первой сцене, у него также был свой трейлер, я зашла поздороваться, и у меня в голове была вот мысль, что у меня как меня учили, нам целоваться нужно в сцене, я играю его супругу, чтобы мы хотя бы потанцевали, и медленный танец включили. Мы включили этот медленный танец, он согласился, но зашел за нами First ID и сказал, что пора на площадку. Но, в принципе, такой порыв как бы был, и мы уже где-то нашли с ним, и после этого, конечно, легче понять, что это не какой-то там артист, снявшийся в других картинах, а что это твой партнер. Но это такая работа, нам необходимо переключаться. Так что, да, знаменитости, незнаменитости на площадке, это просто ваше впечатление. Ты можешь подтвердить мои слова о том, что на самом деле не важно, какой актер класса А, класса Б, если ты профессионал, то ты в любом случае должен сцепляться с партнером, не смотреть, и мандраж, что он есть, но ты его должен куда-то убирать, и, как ты правильно говоришь, растворяться в своем персонаже, уже искать вот эти зацепки. Потому что у меня, например, был опыт с нашими российскими актерами, я не буду называть фамилии, это довольно большие, это большие звезды. И вот был опыт с одним актером, он вел себя очень так высокомерно и абсолютно вот так ограждался от остальных актеров. То есть ты себя, приехав на площадку, я была молодая артистка, ты себя чувствуешь человеком какого-то там второго или третьего сорта. И меня удивило, что с Арнольдом, с Джеки, с Дансом, с Джейсоном, с Флеммингом, такого не было вообще в принципе. Поэтому я думаю, что это хороший урок для всех нас, для актеров. Потому что великие люди, они действительно не выделываются, что называется. Какая у меня была первая роль? Здесь был вопрос. Это была роль в итальянском сериале «Ля Банда». Да, это была моя первая роль. И как ты попала вот после этой школы, Дома культуры, где ты поняла, что тебе нравится сцена? Как ты перешла в профессиональное русло? Витя же есть еще и начальная школа, потом ты поступаешь в институт. Как ты держала эту мечту в себе и двигала ее вперед? Вот расскажи для тех, кто не знает, куда им идти. Хочет стать актером, не понимает, куда бежать. Придет в ГИК, а там скажет, все занято уже. Как мне обломать свою мечту и все-таки добиться? Ну, ты знаешь, я не могу сказать, что мой приход в профессию был очень легкий. Да, я была на сцене с пяти лет, но я всегда хотела быть артисткой. Но как-то так сложились обстоятельства, что я из многодетной семьи, из маленького города. У моих родителей не было возможности меня отправить в Москву. И я поехала поступать в ИНИАС, в Нижний Новгород. Мне всегда хорошо давались языки. Языки, литература. Вообще я гуманитария. И я поехала поступать в ИНИАС. Вот, собственно, я поступила в ИНИАС. Сама, она бесплатная. И уже учась в ИНИАСе, мне мама, когда я училась, я маме все время говорила, мам, ну я чувствую, что это нехорошо, мне хорошо дается язык, мне все это хорошо дается. Но я чувствую, что это не мое. Ну, что это не моя судьба. Вот быть учителем или переводчиком, или, не знаю, кем-то... А какая ты была? Была ты хулиганка. Я использовала, я была актриса просто на улице. Я, да, я была такая грунья в жизни. Вот. Потом в какой-то момент я подумала, что нет, все-таки это надо реализовывать. Я в ИНИАСе пошла в театральный кружок, потом так сложились обстоятельства, что я... Меня пригласили в модельное агентство в Париж. Такая отдельная история. Как раз следующий вопрос был об этом. Да, меня пригласили в модельное агентство, и я, поскольку я уже заканчивала четвертый курс ИНИАСа, я подумала, а что, собственно, меня держит. Ну, да, хорошо, у меня остался еще один год, но этот год я могу закончить заочно. Пока зовут, надо ехать. Вот. Поехала работать моделью. Ну, и уже работая моделью, конечно, я очень быстро там в течение двух месяцев сообразила, что я уже взрослась. А, скажи технически. Я уже в ГРО. Как это выглядит? Тебе присылают письмо, да? Ты подписываешь контракт? Или как это выглядит? А, нет, ну, это, конечно, да, нет, это, слава богу, это было все очень серьезно, это серьезное большое модельное агентство ВИВА в Париже, в этом агентстве и Наташа Водянова, и Науми Кэмпбелл, и Кейт Мосс, и очень многие известные модели. Попала, случайно приехала в Москву к подруге, мы пошли на на пробы, ну, даже не пробы, на кастинг в доме Славы Зайцева, был такой конкурс Elite Model Look, и мы просто пошли, что называется, посмеяться, ну, так, из интереса, просто пошли, и там меня заметили фотографы, и сфотографировали, взяли мой телефон, тогда еще не было мобильных телефонов, вернее, они были, но у меня их не было, я была не очень состоятельная девушка, вот, и у меня был только домашний телефон в Нижнем Новгороде, в квартире, которую я снимала, вот, и вот спустя, вот, наверное, месяц после вот этой поездки в Москву, это было летом, в начале июля, по-моему, вот спустя месяц, в начале августа раздается звонок в квартире на этот домашний телефон, я поднимаю трубку, и мне говорят, вас приглашают в Париж на работу, я так, ох, сколько лет тебе было тогда? Мне было 19. Потрясающе. Да, и я, честно, долго не думала, то есть я решила, что надо ехать. Сильно прыгала. Я решила, что надо ехать, нет, было не страшно, вот мне задают, страшно ли было, нет, было не страшно, конечно, я слышала всякие разные ужасные истории про то, как там заманивают девушек, ну, естественно, я все разведала, я узнала, кто меня приглашает, что это за люди, был такой модельный скаут, человек, который ищет модели, Гия Джикидзе, очень известный в своих кругах, это реальный человек, который нашел очень много крутых моделей, он нашел в свое время ту же Инну Зобову, он нашел Олю Куриленко, известнейших девушек, моделей. Интересно, как он это делает. И поскольку у него за плечами, ну, гея, к сожалению, уже нет на этом свете, царство небесное, он довольно как-то трагично рано погиб, но когда меня пригласили от него, и я все это узнала, тогда интернет тоже такой был, ну, не очень, да, то есть все это были, ты звонишь кому-то, кто-то знает кого-то, и так вот по цепочке ты вот узнаешь, что это за люди, и когда ты узнал, что, в общем-то, это нормальная все, серьезная реальная история, то есть тебя приглашают на работу, а не абы куда, вот, и я, собственно, и поехала. Вот, поехала. Долго ты пробыла во Франции, и ты попала там? Слушай, ну, в школу, слушай, ну, модели же, они работают, постоянно мотаются из страны в страну, особенно в Европе. Я надеюсь, что Европа вернется к этому состоянию, как это было всегда, да, ну, как всегда при нашей молодости, юности и жизни, когда не было границ, и ты мог свободно перелететь там из страны в страну, сесть на самолет, раз в час, и ты уже в Германии, час, и ты уже там в Италии, вот. Модели мы постоянно, мы мотались из страны в страну, то есть я жила во Франции, в Италии, в Испании, в Германии, я работала в разных странах, потом поехала в Америку. Веселое время было? Да, было очень интересно. Дружите с девчонками, с которыми в команде? Слушай, ну, конечно, нас жизнь уже разметала, тем более я уже, уже очень много лет, уже, получается, больше, больше 15 лет, 16 лет я уже в актерской профессии, модельная работа занимала, ну, года два моей жизни. Вот, конечно. вот модельная была до актера тоже, да, как я понимаю? да, вот это был такой, знаешь, переходный этап, промежуточный этап. ну, скажи, когда ты увидела себя на фото в первый раз, вообще, сразу ли у тебя получилась фотография, ведь если ты никогда этого не делала, ты довольно зажатый, не знаешь позы, тебе это показали, или это натуральным образом просто по природе из тебя вышло? Ведь фотография, сцена и кино, это вообще, они все похожи чем-то, если это есть в глубине, конечно, модельная профессия, это такая, ну, ну, не хочется говорить слово примитивное, но простая довольно работа. Для актрисы, да. Да, актерская работа гораздо интереснее, ну, для меня, по крайней мере, гораздо интереснее, она сложнее, наверное, она сложнее, потому что, ну, чем старше ты становишься, тем меняется диапазон ролей твоих, ты должен очень ориентироваться, успевать делать портфолио, там, каждые полгода или год, постоянно напоминать о себе, то есть, это постоянно такое движение. Модельная работа, ну, она простая, ты молодая, симпатичная девочка, вот твои фотографии, они там, агентство работает, тебя везде рассылают, там, клиенты заказывают, там, вот съемка для каталога, съемка для рекламного ролика, вот, съемка для журналов, ну, то есть, все как-то более-менее понятно, логично и простроено, вот. Но ты в тот момент уже, имея успех обложки, Франция пригласила известность в своей стране автоматически, потому что наша девочка является моделью за рубежом, это же очень престижно для России, дало ли это тебе какой-то толчок к следующему шагу именно актерством, с чего тогда началось уже твой путь, где мы увидели тебя на экранах? Ну, там, видимо, они просто не сначала были на эфире, нет, актрисой я хотела быть с детства, а модель это такой маленький был период, я повторюсь, который был переходным, и моделью, модельный бизнес дал мне что? Он мне дал возможность посмотреть мир, попрактиковать языки, завести знакомство, заработать деньги, конечно же, которые я потом использовала на образование именно актерское, но еще учащаясь, еще работая во Франции буквально первые два месяца, я поняла, что я не хочу быть моделью, то есть это такая, ну, просто вот мостик такой к моей мечте, и я тут же пошла, записалась на курсы Джека Уолсера, Jack Walter's Workshop, это известный коуч из Голливуда, и пройдя уже эти курсы у Джека, и следующий мой такой переход в Италию, я поехала работать в Италию, там же в Италии я прошла актерский кастинг, и получила первую роль свою в сериале в итальянском, и уже снявшись первый раз в проекте, в сериале, поработав с иностранцами, я поняла, что все, какой модельный бизнес, ребят, нет, только актерская карьера. Не было ли у тебя вопросов с языком вот в первой картине, ты французский язык выучила сразу, или еще до того? Нет, французский я учила в Инязе, французский я учила в Инязе, английский, французский я учила в Инязе, итальянский, я честно скажу, когда я приехала в Италию, буквально вот через месяц я начала говорить по-итальянски, но как бы так, на уровне очень таком разговорном, очень простом, но поскольку я знаю французский, и я учила латынь в Инязе, итальянский для меня это было такое, то есть я его просто как-то сэкронировала, считала, спустя много лет я принимала участие, уже забыв опять итальянский, я принимала участие в шоу Полиглот Дмитрия Петрова, известного лингвиста нашего, очень классные, кстати, у него курсы разных разных языков, в общем, очень простая система, но можно учить языки, вот, и да, я играла первую роль на итальянском, вот, но не знаю, я очень, как-то у меня очень хороший слух на языки, на акценты, я очень быстро их ловлю, и в общем-то, кстати, в фильме «Тайна печати дракона», вот, версия для заграницы, версия на английском языке, и на других языках, вот, фильм должен был выйти в апреле, но из-за карантина, конечно, отложили выход фильма, я думаю, что осенью, либо зимой 2021, выйдет фильм в прокате, в театральном, в кинотеатральном, в Европе и в Америке, будет называться «The Iron Mask», так вот, когда мы озвучивали фильм на английском, я озвучивала сама себя, на английском, для меня это было достижение. Будешь ли ты саму себя на русский переводить тот же фильм? Нет, а я переводила, фильм же был на русском языке. как ты переводила? Потому что у меня был случай, когда вместо моего голоса переводила другая девочка русскую картина, просто по причине того, что я была за границей, то есть здесь как-то это возможно. В США обязательно только ты переводишь свой голос. Это мне тоже очень сильно понравилось, потому что нет никакого дубляжа, даже если фильм снят на китайском, фильм идет на китайском, но субтитры. Здорово. То есть ты говоришь на четырех языках, получается. Английский, испанский, итальянский. Испанский, я думаю, знаешь, если мне надо будет выучить испанский, я точно так же его возьму, потому что он похож на итальянский и на французский. Там очень похожая грамматика и слава похожи. Я сейчас на карантине сидя, учу немецкий, потому что для меня это язык, язык репус. Честно. Мне он всегда казался каким-то отдельным, другим языком, но там тоже есть похожая грамматика, но немецкий, да, немецкий, это, конечно... С такой памяти выучить монолог можно с одного прочтения. Это потрясающий дар для актера, вот, поэтому круто. Скажи, пожалуйста, вот вспомни, вопросы есть здесь, вот по тайной печати дракона. Вот у вас там очень много активных сцен, действительно масштабных. Да, там был вопрос, как занимались. Какой вопрос? Был сейчас в ленте вопрос, занималась ли я спортом. Да, я занималась многими видами спорта, я занималась плаванием, я очень хорошо плаваю, беговые лыжи, горные лыжи, я занималась танцами, ну, конечно, не как ты, Соня, потому что Соня у нас просто мастер, мастер танцев. Да, ну, вы просто не видели, как Соня танцует, а я видела. У меня был такой шанс, я даже, кстати, хотела бы видел с нашей вечеринки у Люси Ленокс, но потом что-то постеснялась. Я ничего не помню. А у меня все зафиксировано. Да. Так, ну, что еще? Вот, да, мы, слушай, мы, конечно, готовились к этим сценам. Расскажи про какую-нибудь курьезную сцену. Вот что-нибудь, что говорить нельзя, хочу услышать. Что-нибудь такое, что вообще... Слушай, ну, курьезную, я не знаю, у нас, поскольку мы снимали много месяцев в Китае, а у нас за трюки отвечала команда Джеки Чана, Джеки Чан Стан Тим, мы репетировали трюки, некоторые трюки репетировались месяц, некоторые просто несколько дней репетировались, снимался поведен, уже там или месяц до приезда? Да, да, да. Нет, там уже. Натягивались тросы, то есть все сцены репетировались просто как балет. То есть, да, все должно было быть выверено, сколько весит груз, загруз, сколько трос должен быть метров, то есть это все репетировалось, это было интересно. Для меня самая такая веселая и сложная в то же время сцена, это падение с моста, когда мы бежим с Джейсоном по подвесному мосту и злодей топором рубит перила и мост падает в пропасть. И мы, конечно же, тоже летим вот так вот в пропасть, это сцена даже есть в трейлере, в дублёре. Да. Мы делали это сами, мы делали это сами, я и Джейсон. и нас, естественно, там подвязывали на всякие тросы и было очень весело, потому что, вы знаете, я всегда мечтала летать, ну как, все дети хотят летать, испытать, что такое летать. И вот, когда меня надели все эти загрузы и подвесили меня на тросик, и я стала летать по павильону, вот это было воплощение детской мечты. До тебя попробовали, я надеюсь, трос, это же ужасно страшно. Нет, конечно, там все очень профессионально, все попробовали. Вот, и я сначала очень радовалась тому, что я летаю над всеми, над павильоном, над людьми, мост падает, я летаю вниз, потом я лечу наверх. Но потом, спустя, наверное, минут сорок, я почувствовала, что все вот эти вот каскадерские загрузы, они все просто вот впились в ребра, потому что там очень такой толстый дается пояс, вот я сейчас даже покажу, вот он где-то вот отсюда до, ну, практически до бедер, плюс на тебя надевают специальные такие штанишки, в общем, там ты становишься такой большой человек, толстый, то есть я на себя смотрю на экране, я вижу, что я в два раза толще, чем я как бы в обычной жизни, но там просто очень много всего внизу. И через сорок минут я поняла, что все, я больше не могу, снимите с меня вот эту вот пыточную конструкцию. И в результате я провела в этой пыточной конструкции часа три, наверное. И это было очень непросто. Я прекрасно знаю, о каком ты говоришь поясном, о какой конструкции ты говоришь, был тоже эпизод падения с высоты. Это очень больно, еще четыре жгута идут разные столы. Четыре, правильно? Там три часа такой штуки провести, это торчер. Это торчер, да. Это была пытка, но зато я обожаю эту сцену. Она короткая, в фильме снимали ее, конечно, долго, но да. Зато какие воспоминания, вот. Какие смешные моменты были, слушай, ну смешных моментов, постоянно были какие-то смешные моменты. Вот про то, что разбили Арнольду нос, это уже, я много раз рассказывала, но было очень смешно, было очень смешно, как он отреагировал, то есть разбили во время драки, вот там, писали комментарии, что... Арнольд, Арнольд, какие-то вещи делали. Ну и какой-то дублер там, видимо, перенервничал, что перед ним Арнольд, ну, как-то впал в какой-то раж и решил, значит, его промазать. Не вот так сделал, а прямо реально в нос ударил. Реально ударил в нос, и у Арнольда потекла кровь. мы все подумали, ну все, каранты. О, класс, давайте как раз снимать, да? Мы подумали, каранты, насчет всех засудят, там сейчас будет вызывать скорую помощь, страховку какую-нибудь требует, там еще что-то, ну нет, он... Арнольд просто засунул себе в нос какую-то вату и сказал, все, давайте снимаем, снимаем дальше, класс, все это, кровь остановится, синяки пройдут, а кино останется в истории, так что, ребята, работаем. Это было очень круто. Мы все так сказали, молодец, Арни, Арни герой, Арни молодец. Я очень, мне очень понравилась сцена, когда твоя героиня приехала в тюрьму смотреть, да, искать, и как реагировали на тебя все, те, кто сидят в тюрьме, вот, как женщине, было волнительно тебе даже в игре такую вот реакцию на свое появление испытывать, какие ощущения даже как женщина к тебе пришли? это сцена, когда я иду по подвесному мосту наверху, а внизу камеры с выключенными, они все ко мне тянутся и заглядывают ко мне под юбку, да, это было очень забавно, слушай, ну, честно, я не смущалась, мне было очень смешно, потому что это все было очень смешно, и я просто держалась изо всех сил, чтобы не расколоться во время дубля, потому что все-таки процесс дорогой съемки, я шла, кусала себе щеки, просто щипала себя, Аня, только не смейся. Скажи, ну, ты поддерживаешь общение, отношение с теми, с кем работала там на площадке? Вы переписываетесь, общаетесь, делились ли вы как-то результатом работы, или, может быть, даже смотрели премьеру вместе? Как происходили ситуации после съемок? Расскажи немножко об этом. Какого было прощаться с такой командой? Ну, мы дружим давно, уже много лет дружим с Джейсоном Флемингом, который играл моего жениха, собственно, и отца, ребенка по фильму. Джейсон Душка, великолепный человек, актер, партнер, очень заботливый, он очень переживает всегда, когда что-то там не получается, начинает писать, звонить. То есть он реально такой человек, который поддерживает. Что касается Джеки и Арнольда, ну, конечно, это такие величины, что ты не будешь просто так писать, да, но мы на связи, мы на связи, и, например, вот когда у нас была премьера в Пекине, мы после премьеры, после всех мероприятий, мы уже поехали таким узким, очень кругом, где-то пять человек нас было, мы поехали в клуб Джеки Чану, такой закрытый клуб, потому что Джеки, он не только актер, он еще и очень крутой бизнесмен, и известный политик, и вообще личность харизматичная, и такое достояние Китая, можно сказать. И для меня, конечно, было безумно приятно, что вот мы можем попасть в такое закрытое общество Джеки. Что касается Арнольда, честно, я после съемок и с ним не виделась, но я на связи с Уолтером, с его коучем, и с его племянником с Патриком, то есть периодически они мне пишут, Анна, когда же ты приедешь в Лос-Анджелес, давай что-нибудь делаем, ну, видишь, я как-то все никак не доеду до Лос-Анджелеса. Скажи, после премьера этого фильма, после такой удачной, красивой, грандиозной съемки, пошли ли у тебя какие-то новые предложения? Расскажи, что поменялось с этого момента, ведь это не первый грандиозный большой фильм, который был в твоей истории, но он самый последний. Как поменялась твоя жизнь, вообще отношения, или все, как было, так и осталось? Ну, ты знаешь, я очень надеюсь, что что-то поменяется, когда фильм выйдет на Западе, потому что, конечно, про фильм слышали, но его еще не видели. Поэтому надеюсь, что что-то поменяется. Что касается моей работы здесь, в России, то она как была очень интенсивная, она так вот и остается. Предложений стало больше, как ни странно, стало больше предложений в театре и стало больше предложений для участия в каких-то акциях, в том числе благотворительных акциях. Вот, например, акция, в которой мы должны были с тобой участвовать, которая отменилась, к сожалению, из-за карантина. это в поддержку фонда Гоши Куценко. Так, кто я по образованию? Я по образованию артистка театра и кино. А еще у меня есть образование ИНЯС. Я педагог английского и французского языка. Но, конечно, я работаю как актриса театра и кино. И в последнее время, сидя на карантине, я поняла, что я хочу развиваться дальше. Мы написали сценарий с моей подругой. Мы вместе учились, она начала заниматься режиссурой несколько лет назад, театральной режиссурой. И вот сейчас вот она хочет снять кино. Я помогала ей писать сценарий, например. И я думаю, что в будущем буду продолжать развиваться еще и в этом направлении как сценарист. Это было ответ на то, что ты делаешь на карантине, потому что как раз у нас был вопрос, какие проекты ты и как ты используешь это время, когда ты сидишь дома, хотя ты уже в самом начале рассказала, что вы очень активно проводите время. Но вот что касается профессиональной карьеры, да, вот какие проекты ты успела сделать, какие активности, что ты, как ты используешь это время? Ну, вот как я уже сказала, я написала сценарий, я учу немецкий, я периодически принимаю участие в чтениях стихов в онлайн-режиме. Я, естественно, смотрю много фильмов и, кстати, последний пост про это написала, и читаю много книг. и, ну, конечно же, самое главное, у меня семья, у меня ребенок, и, естественно, я, ой, только не смейтесь, я начала развивать свои кулинарные таланты. Мне кажется, это замечательно. Скажем, твоя дочь, она собирается сниматься в кино, как глядя на маму. Хочет ли она повторить твою карьеру? Она снималась уже от него и не раз, у нее есть даже призыв, как лучшая актриса. И она снималась в кино, как твоя актриса. Я считаю, что это одна с ее лучших ролей. Она там очень круто сыграла, переиграла всех взрослых. Она снималась очень симпатичной. Она в прошлом летом снялась в фильме Шар или СОС с Уильямом Болдуином. Играла, играла на английском. То есть, у нее есть работа и работа. Я не знаю, она вообще очень творческий человек. Кем она будет, я не знаю. Я вот сейчас в эфире, сейчас нас много, я отвечу, что можно посмотреть с моим участием на онлайн-платформах либо по телевизору. На онлайн-платформах можно посмотреть фильм «Тайны печати дракона», «Большое эпическое фэнтези». Так, можно посмотреть, так пишут, что меня тоже плохо слышно. Меня слышно? Я сейчас уже обратно вернулась, слышу тебя прекрасно. Я вернулась. Так, хорошо, ладно, я продолжу. Можно посмотреть фильм, это комедия «Я не такой, я не такая» с Ренатой Петровской, с Кристиной Бабушкиной, с Филиппом Рейнхардом, кстати, австрийским актером. У него сегодня день рождения. Филипп, happy birthday, if you see us, whatever. Вот, можно посмотреть фильм «Команда мечты». Это очень милый, такой мотивирующий фильм для подростков и их родителей. Вообще, семейный фильм, очень красивый, «Команда мечты», очень рекомендую его посмотреть вместе с семьей, с детьми. Вот, можно посмотреть фильм, прощаться не будем, но его регулярно показывают на ТВ-1000, регулярно показывают на каких-то других каналах, и, конечно, он есть на платформах, тоже, в онлайн-кинотеатрах. Так, что еще можно посмотреть? Можно посмотреть фильм «Свидетели» Кости Фама. Это фильм, состоящий из трех новелл, две из них номинировались на Оскар, были в списке номинантов на Оскар. Так, что еще? По телевидению можно посмотреть, ну, либо в интернете, наверное, уже это выложено. Есть два сериала, вот, за последние годы со мной вышли. Это фильм «Немедленное реагирование», ну, это для мужчин, наверное, больше такой фильм про драки, погони, расследования. Вот, мне там просто очень нравится моя роль, вот, был вопрос, какая роль мне нравится. Ну, я вообще люблю все свои роли, но если говорить про сериал, то вот сериал «Немедленное реагирование», хотя меня там ругают, как персонажа, но для меня это комплимент, потому что, ну, потому что, значит, я, наверное, слилась с образом, раз меня там ругают. Я обязательно посмотрю эти фильмы, самое очень интересно посмотреть, как ты трансформируешься из одного героя в другой. Аня, ты можешь посоветовать тем, кто сейчас сидит на карантине, мы уже думали, что вот-вот нас всех отпустят, а оказалось, что нужно быть там еще дольше, и что нужно более строго, да, соблюдать все правила. вот ты настолько светлая, знаешь. Я пришла голодная с запиской. Привет! Мама, я очень хочу кушать! Мы уже скоро закончим, малыш. Прости нас, но мы должны задать еще несколько вопросов мамочке, перед тем, как она пойдет готовить. Что ты сегодня будешь готовить? Ты уже придумала? На ужин у нас индейка с яблоками, кабачком, в меду, с разными травками, мускусный орех, тимьян, розмарин, прованские травы. Все, хватит. Это очень вкусно. Слюбки текут. Скажи, пожалуйста, что ты делаешь? Ну, ты сейчас только перечислила, что ты готовишь, и уже настроение становится лучше. Последний вопрос. Дай какой-то совет. Вот ты очень светлая, радушная, и действительно это исходит изнутри. Как оставаться такой в случае, если нет рядом близких и пространство, да, для перемещения совсем маленькое? Дай какой-то совет, чтобы люди не унывали, несмотря на такое тяжелое время. Может, упражнение какое-то? Любой совет будет... Вернее, как... Я даже не знаю, честно скажу, у меня просто... Прямо кратко в двух словах. Принимайте вон, я не знаю, улыбайтесь перед зеркалом. Мне было бы, наверное, тяжело в маленькой квартире, потому что я переживаю карантин все-таки в доме, и я могу выйти в сад. Но людям, которые находятся в квартире, ну, не знаю, наверное, нужно просто договориться с собой, настроить себя на то, что, ну, вот сейчас вот этот период нужно просто потерпеть. И, конечно, всегда работает вот этот момент, когда... Даже когда тебе плохо и грустно, а ты механически, вот просто как дурак, начинаешь улыбаться. Начинаешь улыбаться, и эта улыбка, она неестественная, но ты все равно улыбаешься. И от того, что ты улыбаешься, у тебя начинают вырабатываться, вот просто... Ты, может, этого не хочешь, но они сами начинают вырабатываться, вот эти гормоны радости. И у тебя становится легче. То есть, знаешь, очень крутой совет, Анна. Действительно, мы забываем про это, когда лимические действия вытаскивают из нас эмоции. Хвалите себя, хвалите себя за... Даже за маленькие какие-то достижения. Ну вот вы там встали с дивана и пресс качнули 15 раз. Вы уже молодец. Все, супер. То есть... Супер, Анечка. Спасибо большое. У нас время заканчивается. Выключается автоматически лайв через час. Я тебе очень благодарна. Анна, через две недели мы с тобой вернемся. Алло, Анечка, вернемся с тобой обратно через две недели. К тому времени мы выпишем все вопросы, которые шли сегодня в ленте. И добавим те вопросы, которые придут к нам на страницу. Я уверена, их будет много. И посмотрим, что поменяется через две недели. Может быть, мы уже все будем в рабочем нормальном режиме. Может быть, узнаем, что нам нужно до конца лета оставаться дома. И тогда поговорим о планах, которые наметены на оставшийся карантин. Я тебя обожаю. Спасибо большое. Проект к себе не унывать. Спасибо большое. Спасибо, Сонечка. Спасибо. До встречи. Давай.